Этот отель стоит всего 1000. Ещё Саши отдал яблочки мальчишкам, которые нам помогали сейчас. Чемоданы отнести, денег. У них зарплаты здесь небольшие, они на чаевые живут. Вот. И поедем в аэропорт. Поедим, наверное, в начале. В 5 часов вечера у нас самолёт. Очень. Супер. Рикша подошёл. Увидел, что я иностранка. Ему говорит, никаких шоппингов. А то они начинают возить длинным путём. Показывать всякие шоппинги. И он потерял к нам интерес. Свадебные лошадки. Скоро Дивали. И вот продают такие подарочки для Дивали. Люди дарят друг другу лучше, чем на Новый год. А мы идём пообедать на второй этаж. Дивали. Угу. 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 Жюлери-маркет, ювелирный рынок. О, какой интересный. Там девушка за рулем. О, детей-то, детей-то. Мне сказали, что я работал, что я работал. Они живут в ракфан-то. Мне сказали, что мне не было ни одного. Но я работал в Расхан. Партрет-то. Партрет? Партрет-то. Это как-то ладон. Это ладон-балки. Это ладон-балки. Аэропорт? Эрха. Спасибо за все. Спасибо. Пока-пока. Мы возвращаемся самолетом. Потому что нам скоро надо обратно ехать. Мы едем только повесить письма. Нам очень много передали писем на дерево желаний. Мы хотели перекантоваться, конечно, эти пару недель в Решикеше. Но потом мы после тура вряд ли вернемся в Путапарте до весны. Поэтому мы решили ради писем взять самолет. Не тратить два лишних дня на поезд. И мы сейчас полетим самолетом. И потом... Не знаю, как потом. Потом нам надо в Дели приехать через неделю уже. Ну вот. Мы в Джайпурском аэропорту. Сейчас выпьем немножечко кофе. Все что-то покупает и покупает. Покупает и покупает. Ну здесь ладно. У нас тут сэндвич на перекус. Там вроде бы не дают. Что-то говорит. Сейчас я сольцы куплю. Люблю в Раджастане. Сольцы. Солененькие вещички. Воду какую-то покупает. Это-то зачем? Мы еще не прошли контроль вот этой ручной клади. А у нас перевес. Мой компьютер с моим рюкзачком 7 килограмм. Красненький этот 10 килограмм. Уже килограмм 5 перевесом. Рисковый такой парень. Сладости купил. Все. Мы уже на третьем этаже. Ждем своих самолетов. Не перевешивали уже наш багаж. И летим значит до Бангалора. С посадкой. До посадкой там. Или до заправки в Пуни. Тут есть бесплатный интернет. Вайфай свободный. Но я вот пока книжечку читаю. Очень полезно. Спросила вопрос. И прямо вот ответ на него получила. Открыла и получила ответ. Чем мне нравится Агни-йога? Я ее понимаю гораздо лучше, чем Библию. Это для меня это космическое знание и Библия наших дней. Написанное на русском языке, надиктованное. Вот. И просто удивительное собрание знаний. То, что нужно знать. Вот сейчас вот читаю. Просто так задаю вопросы, открываю сама и получаю ответы. Удивительно тоже. Вот. Например. Потому бойтесь ядовитых мыслей. Ни одна из них не пропадет без следа. Но где та страна? Где тут час, когда назреет полос яда? Пусть он будет даже мал, но колюч. И не будет куска хлеба, который не раздирал бы горло. Можно ли не иметь жатвы посева своего? Пусть зерно будет доброе, иначе яд родит лишь яд. Вот так. Ну, это к тому, чтобы мы, и как вот в фильме говорилось, дом наш, очаг наш, наши добрые дела, наш защитник в вечности. И мысли должны быть добрые. И порывы. Вот наш самолетик. Посадка будет в Пуни, а потом в Бангалор. И встретит нас водитель Саи. Who is it? Известный актер Южной Индии говорит там на самолете. Круто. Ждем, ждем, когда нам разрешат. Все, разрешили ли идти в самолетик. So, going home? Home home, sweet home. Едем домой. Да, это уже наш большой дом. Едем в маленький дом. А вон какие там красивые стюардессы. Я говорю, нам есть-то дадут. Корма-то дадут. Он говорит, нет. Если что, продадут. Но у нас, говорит, есть с собой. Небольшой выбор, говорит, могут продать. Но у нас есть еда. Поэтому, когда проголодаемся, мы будем свое кушать. Попробуем. Не помню, говорила или нет. 15 килограмм можно провозить багаж, который сдаешь. И семь ручной клади. Вот, в индийских так, 15 только. До свидания, Джайпур. Спасибо за все. Угу. 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 Белые домики. Все белые. Угу. Очень жарко, потому что. Ну, вот что здесь можно заказать. 220 стоит, если ты заранее там, где получал посадочный талон, скажешь, что ты чего-то хочешь. А так здесь можно заказать за 250 вот такой вот наборчик. За 220 вот такой. Вот, 220, 250, 220, 250. Ну, кто совсем проголодался. Вот, вкусненькая яичница и рис 250. А мы сейчас съели те бутерброды, что Саши купил. И пепси колу или там сап. Вот, что там было. 200. How much you pay for this? No, how much you pay? I don't even pay. I pay for all the people. А-а. Water, cola, 200, 400, something. Так, а он, значит, купил два таких сэндвича, две колы, воду. How much? 400? 430. 430 что-то у него вышло. Ну, тоже ничего. Матовка. Видимо, производители индийских самолетов знают, что индийские мамы всегда сажают детей на столы. Даже вот на эти откидные маленькие столики. Ребенок будет сидеть на столе. Его будут кормить ручками. О! Пуна, пуна. Там, где ашрам ошов. Или оши. Красота какая. Вангалор. Маленькие огонечки. Ура! Ура! Мы должны найти своего водителя. А у него должно быть написано чье-то имя. Или Саши, или мое. По-моему, Саши. Сказали 22 градуса. Ну, я кофту сняла, и мне жарко. Вот надо вызванивать водителя. Куда-то он делся. Ну, вот выход. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. А сразу за ним, вон, money exchange. Можно поменять денежки. И написано, добро пожаловать в IT Capital of India. Столицу IT технологий. Ну, наконец-то. И нас встретили. Всё. Он написал имя Риши. Ну что, святое имя Риши. Святые люди. Не Саши, а Риши. Естественно, мы не откликнулись. Не по чину нам откликаться на такие имена. Вот и не нашли друг друга. Пришлось созвониться. Большие стояночки. Большие. Ну, я так полагаю, тут какие-то автобусы с города в город ездят. Местные-то как-то приезжают. Те, которые не на такси. Как в любом городе. Вот есть стоянка. Можно добраться до стоянки. Ой, господи. Дождь был. А в Хайдарабаде, вообще говорят, прямо ливень и потоп наводнения. Ой, я боюсь, у меня, может быть, тапки скользкие. Иду, иду, иду. I'm afraid. Ну, слава богу, все. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. 9 часов. Что время сейчас? 9 часов. 9 часов. Ага. Через 2 часа. Через 2 часа будем в футопарце. Очень хорошо. Баба Блеси. Где-то так. Там вот дорога на Бангалор. А вот эта дорога уже идет прямо на Хайдарабад. Ну, и на Путопарце. Наше направление на Хайдарабад. Путопарце. Дизель. По чем у нас? 56,50. Курить тут нельзя. По телефону разговаривать тоже нельзя. Петрул. 69,50. Бензин. 70. Второй раз платить приходится. Красотка. Прошла мимо. Ну, ладно. Шелепт. 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 Ну, окей. Окей. Ну, проблем. Шелепт. Окей. Это как ее? Хиджра. Забыла за месяц, как они называются. Я уже камеру достала. Саши деньги достал за шутинг ей. А она ушла. Ай, бам. Так выглядит в 11 вечера суперсай госпиталь. Ну, жизнь какая-то тут идет. Вот тайм-нау. И левую. И левую. Угу. Тайм-нау. И левую. Угу. Тайм-нау. Два часа мы ехали с аэропорт. Да. Какие хорошие дороги. Все видно. Да. Светится. Вот так Путапарти выглядит. Я думаю, вообще все уже спят. Нет. Кто-то движется. Я-то в 9 засыпаю. Так моя жизнь. Останавливается в 9 вечера. А люди ходят. Ой, вот и шрам. Ну, ворота закрыты. Ворота в 9.30 закрываются. Наверное, первый раз я тут в 11 вечера еду. Собачка вон деловая. Даже две. У нас ворота с вечера закрываются. Но Саша отослала смс-ку. И... Давай. Ага. Нам оставили ворота открытыми. А так часов уже в 9-10 их закрывают. Ура! Электрик. Электрик. Электричество. Бумажка. Нас ждет. I always use the cooler. Айбл. Ну что там интересно внутри? приехала соски она здесь той соседки нет уезжали холодильник разморозили спать 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 никаких компьютеров патрик только проверю нету патрика нету нету но у патрик дарлинг конечно они в дождь не идут туда нет они прячутся в других местах дождик дождик льется